На тропу войны вышли докхантеры. После того, как в нескольких регионах страны случились нападения бездомных собак на людей, погибли дети. В Госдуме готовят поправки в законодательство об ужесточении ответственности в сфере обращения с животными, говорит Следственный комитет. Ольга Коняева продолжит. Регулярно у нас строители мрут собаки. Кто-то что-то раскидывает, собаки мрут мучительной смертью. Потухший взгляд, питание через шприц, каждый день капельницы. Такая жизнь теперь у четырехлетней собачки Фанни. Живет у любящих хозяев, гуляла под присмотром и все же что-то схватило с землей. Оказалось, отрава. Питомца с трудом вытащили с того света. Прошли все анализы, выложили кучу денег. Так что, что я могу посоветовать? Только поводок, только намордник и пристальный взгляд, чтобы ничего нигде не схватило, не съело. В январе активизировались докхантеры, в том числе и в коме. Жертвы есть в Усинске, Ухте, Вежве, 8 отравлений за два дня. Поиском охотников на собак занимается сейчас полиция. Страдают и домашние питомцы, и собаки на самовыгуле. Но тут уже сами хозяева осознанно подвергают риску четвероногих друзей. Много самовыгульных, мне кажется, потому что у нас здесь рядом дачи. А на зиму в основном всегда собаки пускают с дачи, чтобы они бегали. То есть практически все, которые были отравлены, они были все с ошейниками. Скорее всего, хозяева у них были, но просто за ними никто не смотрит. Вот и все, они сами по себе бегают, гуляют. Докхантеры активизировались после шокирующих нападений собак в разных регионах. В Забайкалье погиб ребенок. Следственный комитет России, кроме уголовных дел, готовит предложение по законодательным поправкам. Должностные лица и сейчас могут понести уголовную ответственность. И прецеденты уже были, но грядут, по всей видимости, и новые санкции. Подобная реакция вызвана из раза в раз повторяющимися происшествиями, связанными с нападениями бродячих животных на людей в разных регионах страны. К сожалению, эта проблема не получает должного внимания. А в некоторых субъектах муниципальные чиновники, увы, попросту игнорируют ее. Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне. В Куме трагические случаи тоже были. И своры собак по-прежнему наводят страх на жителей городов и сел. Парламентарии региона еще год назад выходили с законодательной инициативой. С предложением изменений по работе приютов, разграничению ответственности и полномочий субъектов. Первый – это требования стерилизации, чипизации и выпуски потом в среду обитания. Животное не должно жить в среде обитания. Нет у него такой среды обитания, я имею в виду безнадзорных собак. Оно должно жить или дома, или в приюте. То есть, когда стая собак живет на улице, это неестественная среда обитания. И этот вопрос пока до конца не урегулирован. Отлов, стерилизация, чипирование, системная работа по данным Минцельхоза Куме налажена в девяти муниципалитетах. К концу 2021 года активизировались еще Инта, Вукты, Ударские, Сыктывдинские, Ижимские и Тройско-Печорские районы. За прошлый год в Куме отловили 1700 бродячих собак. Столько же и выпустили. Таков сейчас закон. Здоровые животные, не проявляющие, не мотивированы агрессию, они выпускаются на прежнее место обитания. Естественно, стерилизация или кастрация не исключает возможности, что животное может укусить человека, ребенка. И жалобы по этому поводу, конечно, от граждан поступают. Но даже минимальную работу по обращению с животными удается наладить не везде. В 2021 году три раза выходили на аукцион по отлову бродячих собак. Никто у нас не вышел. Это не только проблема Кайгородского района, это проблема вообще Южного куста. Вместе с Министерством сельского хозяйства мы отрабатывали все варианты. И вот в конце декабря все-таки нашелся предприниматель, который обязуется все-таки выйти на аукцион. Муниципальные предприятия, зоозащитники и волонтеры. Именно на их плечах пока по большей части лежит решение собачьей проблемы. В Сыктывкарском приюте друг 300 особей. Столько же в благотворительном фонде «Добрый город» в Ухте. Неравнодушные люди заботятся о животных по велению души. Бизнесу это неинтересно. У нас нет льготных ветеринарных услуг. К сожалению, львиная доля тех денег, которые выделяются, она уходит именно на это. Говорить о том, что фонд зарабатывает, исполняя эти контракты, на сегодняшний день не приходится. Скажем так, в ноль выходит. Политика министерства и нашей администрации, как все мы знаем, заключается в том, что кто берет контракт, тот зарабатывает, тот может сам себя обеспечивать и развиваться. На самом деле это не так. Сегодня мы это обсуждали и наконец-то нашли опять же те же точки соприкосновения, на которых администрация все-таки поняла, что да, нужно уже поддерживать фонд, потому что содержать 300 животных за счет пожертвований – это уже предел. В канун Нового года республика выделила субсидии на обустройство приютов в 8 муниципалитетах – 13 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство, где-то ремонт приспособленных помещений или развитие уже работающих питомников. В южных районах есть вариант создать межмуниципальный приют. Нужно уважительно и открыто относиться к зоозащитникам и общественным инспекторам. Это самое главное, самое важное, потому что те люди, которые напрямую занимаются животными, они в большей степени знают, что делать, как делать и как доводить до ГОСТов те же самые приюты. У нас есть прецедент по УХТ, который мы так работали, который да, будет доводиться до ГОСТов. Я думаю, что все-таки обещания главы УХТ все-таки перейдут из русла, обещания все-таки фактическую работу, потому что была обещана дополнительная земля, должно было провести у них тепло и должно было провести газ с водой. На этот год запланировано почти 32 миллиона рублей в республиканском бюджете на решение этих вопросов. И Минский хоспрод вышел с предложением добавить, и в ближайшее время этот вопрос будет рассматриваться, еще 36 миллионов, чтобы решить вопрос создания приютов. Но пока все законодательные вопросы не будут утрясены, то даже вливание достаточных денег не приведет к окончательному решению вопроса. Все это уже следствие. Главное – искоренить причину, говорят специалисты. Хороший хозяин ни в какую погоду своего любимца на улицу не выгонит. Проблемные бездомные животные – это выброшенные, надоевшие владельцам питомцы и их потомство. А еще это собаки на самовыгуле. Предлагается льготная стерилизация и обязательное маркирование четвероногих друзей. После проведения идентификации вносим в общую базу данных информацию о владельце животных, о самом животном. И при отлове животных, соответственно, будет у нас информация, кто владелец. Будет возможность данного владельца животного, не безнадзорного, а находящегося на самовыгуле, привлечь к ответственности. Электронная идентификация животных существует в мире больше 20 лет. Как и вакцинация – это давно норма, например, в Европе. В некоторых странах просто не существует бездомных собак. Права хвостатых защищены законом, а где-то даже Конституции, в случае чего и перед судом ответишь. В Германии взять собаку на потеху на пару месяцев не получится. Это слишком дорогое удовольствие. Германия – страна высоких налогов. Я думаю, что вы это знаете. И есть налог на собаку. На нашу породу в нашей федеральной земле мы платим 100 евро в год. Джек нам обходится примерно в месяц от 80 до 100 евро. Входим с ним в собачью школу, если что-то случится к ветеринару, страховка и налог. В Минсельхоз Коми организовал горячую линию по приему информации о нерадивых владельцах, о местах дислокации собачьих стай. В холод животные активнее ищут пропитание. Напасть на человека может голодная или больная собака. А еще это защита своей территории или потомства. Потому не стоит привечать бродяжек, говорят ветеринары. Не стоит провоцировать животных и подкармливать. В дальнейшем, к тому же, что они могут просто постоянно приходить на это место, затем сбиваться в стаи. И тем самым и будет появление нового потомства, появление агрессивных животных, которые впоследствии будут возможны драки из-за того же питания, которое не будет в достатке. На федеральном уровне вопрос будет решаться совместно с региональными представителями, зоозащитниками и надзорными органами. Пакет предложений Госдума окончательно сформирует в феврале.